Вы думали, люди не любят, не угадали, люди любят, да еще как! Самая большая любовь, это та, которая у меня была к мужу. Завтра будет 25 лет, как его нет. С тех пор я одна. Не знаю, у меня было много... Я как-то не нравился, один парень понравился, потом другой думаю, ой, какой болван. Одноклассник? У меня одноклассник. Он с меня глаз не сводил на уроках, жизни не давал. У всех такая любовь была, и у меня такая любовь была. Тоже первая, одноклассник, да. Наверное, в восьмом классе в одноклассника я влюбилась. Это было на протяжении нескольких лет. Самая большая, ну, самая короткая. Кончилось хорошо. Перед армией встречался с девушкой, ушел в армию. Пришел в отпуск, встречается старший брат. Воспринял хорошо, все равно же родственницей осталась. У нас была единая любовь, великая. С самого начала до сих пор, до сих пор, до сих пор, до 55 лет. Ну, я родом из деревни, на берегу речки. Сгорел костер соседней деревни. Слово за слово. И потиху, полегоньку стали встречаться. Проводила в армию все. Ну, встретились мы в Минске, потому что сама я из Москвы. Муж учился в Питере. И вот мы с ним здесь по направлению встретились. Здесь работали мы. У меня было много парней. Познакомились там, как-то на танцы сходили. Закончила техникум и приехала на практику. Город Дзержинск. И постоянно ездила домой. Как раз на автобусе работал будущий мой супруг. Вот так мы в автобусе познакомились. А познакомились из-за того, что с 5 рублей у него не было сдачи. Когда он сдал сдачу, еще привез килограмм конфет. Вот с этого и пошло наше знакомство. Ольга Иванова родилась во Франции. Я, будучи там по производственным делам, увидел, пригласил. Забрал ее сюда. У меня, например, порядочность. А мне он решил задачу по физике и по математике. Вот так вот. А я ему писала сочинения. На рисовании я не умела рисовать, и он из меня картины рисовал. Первое впечатление, вообще-то, я вообще-то не ожидала такого. Вообще, хочу рассказать. Когда училась я в техникуме, девчата решили подшутить надо мной. Взяли, поставили с 24 на 25 декабря стакан воды и положили карандаш. И я солнце слила. Действительно, увидела своего мужа. Такого же усатого, черного, красивого. Я упал в морок. Шучу. Глаза у меня скосились. Тоже шучу. Ну, как-то вот... Ну, он упал за такой шипник. И хорошо. Я помню, даже в какой он рубашке был. Она была такая мелький. Немножко красного и немножко такого бежевого, такая многоцветного. Что была очень редкость для молодёжи в то время. Они были более консервативные такие, не как сказал. А я была расконсервирована. По взглядам. По взглядам. Тогда слова не говорились. Как и у каждой влюблённой девочки, просто чувство влюблённости, нежности, надежды на взаимность, которая так и не произошла. Ну, я вам скажу, это понимается так. Хочется его ещё раз увидеть. Вот так вот. Хочется ещё раз увидеть. Значит, наверное, да, ты молодец. Да. И думаешь, как бы, чтобы не навязчиво, чтобы не отговорить себя. Любовь – это нечто перманентное. Она может переходить одного от одного человека к другому человеку в разном возрасте. Можешь встретить человека и полюбить. Не бывает, что вот прям раз... Потом уже были симпатии. Но может быть, у кого-то это и бывает. Всё индивидуально. Я думаю, что возможно. Я точно не испытала такого, но я думаю, что это возможно. Состояние даже влюблённости есть у многих, а умение любить – у единиц. Это не каждому дано. Я была по своей натуре очень влюбчивая девочка. И мне всегда нравились такие мальчики, которые со стороны казались, что я для них недостойна. Но вот у меня был какой-то маяк такой, к недоступному. Но когда я это недоступное имела, у меня пропадал интерес, к сожалению. Можно больше. Можно больше. Можно больше. И всё и хорошо. Если человек пережил уже большую любовь какую-то, да, потом встретить человека, да, которого, в общем-то, ты можешь полюбить – это я не знаю, сколько. Сколько нужно перебрать народу. Никогда не полируйте. Вы ещё встретите свою любовь. Но никогда. Вот встретили, как встретили, так и живите. Потому что станете подстраивать под себя. Чтоб не пил, не курил. Бог с ним. Главное, чтоб не пил. Встретить своего человека, девочки. Ну, а потом, конечно, надо присматриваться серьёзно, там жениться, там уже, а жениться-то вообще, присматриваться человеку. Нужно, в принципе, анализировать вот эти вот встречи, да, и пытаться понять, это то, что тебе нужно или нет. И вот, к сожалению, все же могут пыль в глаза пускать. И умение разобраться в том, кто для человека, который тебе нужен – это большое дело. Ну, чтобы партнёры доверяли друг другу. Если ты встретил свою судьбу, то дорожить, как жизнью. Потому что это приходит, может быть, раз в жизни, а может быть, и не разу.